здравствуйте дорогие подписчики и гости канала любимые девочки всех вас приветствую на очередной расклад тему которую мы сегодня с вами будем смотреть она будет относиться конечно к вашему любимому мужчине а мы посмотрим его чувства мысли и действия в отношении вас как всегда поэтому наливайте чай кофе садитесь поудобнее загадывайте своего любимого мужчину и поехали итак его характеристика его сигнификация кем он является сейчас на данный момент ваш мужчина смотрите сколько я тут выложила карт вот эти первые три карты это его видимость он себя показывает таким каким он хотел бы себя видеть наверное и очень много тумана знаете пуху бросает а на самом деле он вот такой но этого никто не знает кроме него самого вот таким он является на данный момент вот посмотрите пожалуйста аккуратненько на него так хорошо давайте не будем так с уж сурово его оценивать будем не так уж много и всего плохого если хорошие дело в том что он всегда показывает себя с очень хорошей стороны он знаете вот этот весь в перьях и жезлом до показывать себя что он крутой что лучше всех что он все множит что он такое о себе высокого мнения он удачлив он в хорошем расположении духа всегда до что у него там все получится и сегодня завтра на послезавтра уверен в себе в своих успехов своих делах в своей работе по луне мужчина достаточно депрессивный часто сомневается может быть маменькин сыночек возможно есть женские черты характера или женские что-то к такой характер знаете вот как женщина то что вот боится вот он тоже может бояться сомневаться вот да хотя у нас женщина сейчас уже сложно говорить но женщина с уже сильнее чем мужчины а вот он находится в лунных энергиях это в женских энергиях поэтому если он где-то остановился на каком-то там полпути и не хочет дальше идти никто не заставит его идти потому что он боится а страх сильнее всего он может быть так знаете как-то вот дико к себе вызывать какой-то тоже интерес он может в себя влюблять он может иногда женщина него смотрит и и думает что в нем такой есть а знаете вот как в аланделоне до смотришь фотографию где-то картинку аланделон и должен боже мой какая вроде бы вот такая молчаливая красота такая притягательная непонятная тоже какая-то до дьявольская у него как будто тоже самое какая-то такая внешность харизма привлекательность прям очень сильно тянет и думаю что в нем такого есть вот что он так привлекает а привлекает он конечно своей луной вот эти внутренние вот этой вот какой-то закрытостью да это то что свойственно женщине эта женщина обычно должны быть по луне но на женщины часто сейчас по солнцу просто уже идут вот и поэтому он может тут туда показывать себя что я такой крутой атаку незабываемый такой красавчик детка ты меня не забудешь на самом деле это конечно вся вот это вот сюда дилемма связана с тем что на самом деле закомплексованный маленький мальчик которого в детстве может быть недолюбили может быть может быть это много обзывали него остались какие-то комплексы чтоб не показывать себя истинного дай-ка я тут как бы пуха пуха немножко да как бы попущу чтобы видели меня немножко другим кстати он может верить в мистику в магию он может сам обладать способностями магическими имейте ввиду он кстати неплохо должен гадать если что так любитель всякие символы вот эти вот татуировки или носить какой-то там пирсинг или там цепочку амулет кулон с изображения там какой-то символа защитного например нам рунического ну то есть он может такие вещи делать на себе носить вот это вот любитель хорошо давайте посмотрим как он видит вас кто вы для него у него идете по колесо фортуны потому что вы в его жизни судьбоносная и знаете он прям вас выделил в отношении всех других женщин но вы как-то последнее время в нем разочарованы или в принципе может быть разочарованы в жизни поэтому он смущается почему она за мной не бегает почему она меня не добивается чё на так молчит он хочет чтобы вы немножко проявлялись достаточно активно вы с ним где-то нетерпимый может быть но он хотел бы чтобы вы как-то шли с ним на контакт на общение и были как дипломат ну то есть спокойно реагировали на него а вы тут скорее всего спокойно не можете на него реагировать он может быть вам уже не интересен просто у вас есть там коллектив у вас есть какие-то люди дела свои работы и так далее да но он думает что она уже наверно устала меня ждать она решила поставить точку всему этому и расстаться что у него сейчас что думает о вас чтобы достаточно очень сильная женщина который он очень сильно любит да вы при вы притягательны такая же как и он и у вас получилось его к себе притянуть на привлечь к своему вниманию что он еще думает о вас да вы дамы пентаклемая такая женщина стабильная материально независимая но он или хочет чтобы вы ушли от кого-то или же возможно вы от него ушли он сожалеет об этом есть такие тут мысли но он постоянно смотрит вашу сторону да он вам разбил сердце почему но он сам тоже от этого страдает что так получилось я не хотел да ну как всегда я не хотел да но тут или трехугольник или разрыв отношений произошел мне неприятно тоже он ждет от вас какой-то реакции что вы будете делать какая реакция за вами после но последует до у вас реакция четкая все дома мечей он вас но с одной стороны ему стыдно с другой стороны вас боится даже где-то потому что если вы скажете так вы скажете сейчас вы такая по даме мечей жесткая в отношении вы уже там все концы обрубили точку поставили и может быть все конец да и все это в подвешенном состоянии может быть в последний раз поругались еще как вариант может быть какая-то тема с вами полностью не раза не раскрыта и он боится сейчас но он боится как-то может быть с вами разговаривать сейчас возобновлять связь и ну потому что вдруг завяжется спор конфликта он не хотел бы не хотел бы лучше пусть так все как есть останется ну да у вас подвешенном состоянии сейчас ним но это из-за вас девочки не из-за него это вы все в подвешенном состоянии держите потому что так легче и вам и ему сейчас на данный момент каждый из вас ушел в работу потому что толку нет добиваться что то ничего как будто интересно да ничего не получается он кстати за вами хитренько подглядывает имейте ввиду хитренько за вами подглядывает потому что хочет понять если у вас там башню ну или с ним или вообще по жизни плохо вам насколько вам плохо он будет хитренько подглядывать за тем что у вас происходит сейчас жизни за него или без него то есть вы ругаетесь ссорить с кем-то плохо ли вам слава бога есть интернет да да будет строить насчет вас какие-то планы все равно мечты да и вы знаете если вы думаете что он уже поставил точку с вами вы ошибаетесь по шуту дураку просто выжидает время по семеркам еще вы даже вы ожидает он время и пошуту дураку он двинется к вам к вам двинется скоро опять что у него с чувствами к вам все по-честному хочет ясности и честности и хочет понять поэтому за вами наблюдает он вы у него вызываете конечно сильные эмоции сильные такие чувства но с вами классно и хорошо да ну как будто вами не подпитывается вы его солнышко вы маленькая девочка с которой ему классно не ждите от него что он будет добиваться очень от вас каких-то результатов ближайшее время он не торопится он сам взял паузу для того чтобы ну подумать поразмыслить определиться найти снова к вам подход и тогда когда он успокоившись уже поймет что надо что-то делать вот тогда он снова сделает первый шаг вашу сторону как скоро он появится вашей жизни появится девочки он появится но не готовы вас бросить не готова сбросить он конечно после того что было вы стали еще любимей причем знаете уйдя может быть и к другой женщине вот бросив вас разбивом сердце он ушел другой женщин там несчастные просто вот там в карте бомжа находится на данный момент да он хотел там семью там хотел любовь может быть не получилось не получилось потому что в тупик там все встала даем понимает просто со временем что все таки больше он любит вас он просто больше любит вас конечно для себя уже четко определился поэтому девочки если вашего мужчина есть кто-то не напоминаете больше ему о той женщине потому что там поставлена точка скорее всего он оттуда уже ушел и он прекрасно понял все осознал где он был неправ что он делал не так не хочет больше к этому возвращаться его все чувства все желания все мысли только направлено в вашу сторону даже если вы ему что-то вот скажете в этом смысле он скажет ну все же ошибаются я тоже ошибся но я же вовремя понял я же осознал не я думаю что вы его простите вы знаете когда человека искренне раскаивается его всегда можно простить он здесь искренне раскаивается что так получилось да он скажет я был молод был глуп я искал свое счастье может быть я до поступила промечивая это признаю прости меня пожалуйста я понял я очень понял все понял что я тебя люблю без тебя не могу вот что он вам будет говорить давай вернем все назад давай вернем нашу любовь потому что ты для меня любимая женщина ты у меня единственная тебя никому не хочу отдавать не закрывайся от меня потому что он ведь как бы от него закрываете сейчас на данный момент да я хочу быть твоим императором я хочу быть твоим любимым мужчиной я хочу тебе помогать я уже не то что раньше все я тут власть имею да я силу имею я готов тебе дать то что ты хочешь ты моя императрица смотрите как он вас видит он императора вы императрица вида да да но у него это хитрый план конечно так как он думает это это у него хитрый план какой-то там а какие у него еще есть хитрые планы блин знаете да как в любви как на войне все средства хороши хитрый план к вам приехать может быть хитрый план вас куда-то забрать может быть вас он просто уговорит типа давай поехали со мной туда-то туда-то там будет хорошо у меня есть возможности у меня там есть средства силы и все остальное может быть у него хитрый план какой-то к вам приехать даже таким же образом как-то преподнести все так чтобы вы сказали там ну ладно приезжает и же мой император вот он хочет быть победителем понимаете он хочет быть победителем по колеснице до к вам приехать опять дорога показывается и он должен выиграть здесь он не любит вообще проигрывать и рафанта боже мой какие тут могут быть до высокие чувства высокие отношения он вам будет говорить о том что вот я понял нам что мы с тобой должны быть вместе мы по судьбе ты и я у нас должна быть такая судьба дай мне снова шанс я тебе покажу да я тебе докажу свою любовь я понимаю ты долго терпела ты много ждала ты меня тут прага прогоняла да и своей жизни я тебе мешал там ли еще что-то такое я тебе хочу сказать о своей любви своих чувствах да насколько сильно ты мне нужно вот он ждет каких-то перемен он хочет этих перемен он понимает что так уже невозможно надо переводить наши отношения на как бы что-то другое и от вас он не может смотрите насколько сильно вы имеете до к нему такое отношение некая никого он же не может приблизить к себе это хищник только вы можете рядом стоять с ним и помогать ему как-то поддерживать его или командовать им знаете я фильм сразу вспомнил чудовище и красавица не красавицы и чудовище да вот похоже тоже хорошо давайте посмотрим его действия его действия что он будет делать ближайшее время такие отчаяние прям да и тут тоже что мне уже предпринять я не знаю вы знаете он там уже что-то планировал как-то может быть хитренько к вам пытался подойти по семерке мечей да как-то хитро мудро и таком отчаянии находится но он так хочет потому что перемен уже когда что-то поменяется в отношениях с вами а ничего не меняется его это так расстраивает просто да сколько можно этот кризис мне сама уже надоел я хочу с ней быть рядом я ее хочу любить я хочу к ней приехать почему у нас какие-то застойные отношения почему ничего не получается я не готов ее отпустить она моя женщина да видите как он вас видит здесь она мне очень сильно нужна я без нее не могу я хочу двигаться в ее сторону потому что она меня провоцирует то есть он видит вас такой может быть женщина яркой импульсивной вы может быть раздражаетесь тоже да на него пытаетесь не выяснить отношения даже нему без вас очень плохо почему да вы вроде бы яркая сейчас красивая но вы его не греете своим теплом вы не согреваете да как то вот его сейчас от вас как будто вот вы отстранены и сами по себе сверкаете вы тут жрица еще понимаете у него идете жрица такая женщина да хороший психолог которая разбирается во всем чувствует понимает с блестящей интуиция практик возможно вы в нем не нуждаетесь а он вас нуждается будут ли его с его стороны какие-либо действия вашу сторону в ближайшее время будут 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 потому что он не может здесь уже понять у него уже понимаете когда он видит вас где-то у него зрачки увеличиваются он много строит планов насчет вас много всего хочет но пока или может быть не применяет это или применять пока это не хочет да но он любит вас любовь эти мужчины как бы руководить до его чувства к вам начать все заново прийти к примирению он будет действовать девочки будет потому что есть чувство к вам если бы их не было может быть было бы все по-другому он до сих пор вас любит до сих пор он вас не отпустил и отпускать он не готов не готов отпускать вы разные и в то же время как найти вас что-то притягивает друг другу да он счастлив счастлив рядом с вами конечно он не может забыть прошлое с как связанное с вами да с вами же хорошо ему было с вами классно было он вспоминает какие-то такие нюансы какие-то такие моменты ему очень приятно да что вот так все было хорошо потом все раз и закончилось он понимает да почему закончилось все да он понимает потому что с его стороны не было никакой отдачи но это нельзя чтобы только один человек все отдавал в отношениях а второй только черпал и собирал нельзя так и он это понимает да он это понимает что он сам себе плохо сделал он сам себя наказал тем самым своим эгоистичным подходом да что типа и долго так еще будет она же должна она должна вы в свое время поняли что я больше ничего не должна все что я могла сделать я сделаю я никакой отдачи даже благодарности я не получила в ответ я ставлю точку я дальше с тобой не вместе я не пойду и все и вот как бы первое время он тоже злился почему так а сейчас уже понимает что она все по-честному все по-честному она поступила честно да да просто вы знаете с чем он тут не угадал возможно он думал всегда что вы женщина слабая а вы женщина сильная с одной стороны ему это нравится что у него такая женщина а с другой стороны нет не нравится он хотел бы сам быть лидером но когда два лидера вместе это очень тяжело он когда остался один на едине с самим собой он понял что он один никому не нужен а был нужен только вам а теперь есть чем сравнить правда вот сделал свои выводы что у него когда я никто не подпитывает его никто не дает ему такой хорошей энергии куда можно было двигаться все начинаешь копейки считать вот он кстати него по материалке проблемы есть копейки считает не подпитывает его больше никто не подпитывает он остался сам собой почему книжки тут читает по отшельнику книжку читает но потому что книга психология чтобы самого себя опознать почему что со мной не так где у меня страхи комплексы которые нужно проработать от чего нужно избавиться они у него есть четверка пентакли это у нас еще и комплексы же комплекс который мы должны проработать потому что все это все это исходит из его детства юношество детства где какие-то там кем-то эти были комплексы созданы для него и вот оно по жизни с ними идет а теперь и надо избавляться от них потому что те какие-то правила устой уже они не работают не работают да все что имеем не храним потерявшая плачу а у вас все хорошо вы дома пентакливая дома пентакливая который отвечает сама за себя просто вы от него отцепиться хотите а вам очень сложно это сделать не отцепляется он вы уже думаете у меня жизнь была бы прекрасна еще бы шикарней если бы он от меня цепился не только этого не хватает для жизни еще вам знаете больно за что за то что он так и не понял вот вам было бы легче если бы он все понял бы осознал бы что было между вами а он так и не понял не осознал то есть он понял осознал но вы этого не знаете но вы думаете что этого нету поэтому вам как-то вот очень тяжело на душе нет девочкам все понял осознал но просто вам об этом не говорит потому что стыдно стыдно признаться понимаете у нас не все могут признавать свои ошибки он тоже в том числе тоже а что он должен признать если он все равно скажет и моя семья для меня родной и близкий человек что я еще должен признать туда хорошо я был неправда все я понял что я был дураком идиотом так далее но все равно ты для меня родная и близкая я не готов тебя потерять то я понимаю что ты меня тут как бы воспитывала все это время да я все понял осознал я тоже согласен быть подкаблучником я даже спорить больше не будут милая как скажешь так и будет на самое ближайшее время ждать от него каких-то весточек ой господи как его здесь прям вообще и да и нет и люблю и не могу и ой все прям на нее на нем при вообще знаете он планирует с вами встретиться но не сейчас когда денег заработает или когда стабилизируется что-то вот тогда не сейчас сейчас он пока не может причем он находится от вас далеко далеко где только звезды вот он сейчас там поэтому глядя на эти звезды он там мечтает о чем-то о чем я не знаю высоком и и о вас единственное что он хочет чтобы с ним связь не теряя не теряли чтобы точно так же как и раньше знаете его любили вот ему сейчас вот этого не хватает какого-то сближения с вами какого-то сближения ему не хватает на потому что бы его императрица вы его как притягивали так и дальше будете притягивать чтобы не случилось как бы жизнь у вас не сложилось с ним потому что вы лучшие вы сильная вы просто потрясающие с эти карта влюбленных 15 старший аркан и карта императрицы но вы просто вообще не в конкуренции какой-либо вы самая лучшая из того что у него было в жизни женщина номер один по шестерке жезлов боже мой такая крутая такая крутая на и он ваш император смотрите здесь тоже самое вот видите там было император с императрицей и здесь император с императрицей посмотрите как он видит что в это а этот год дракона кстати видите дракона это же год дракона поэтому посмотрите над вами черный дракон слай склонился а над ним белый дракон склонился то есть он вот видит тогда но по дьяволу это вы то есть я думаю что вы понимаете да почему над вами склонился черный дракон это неплохо у вас просто немножко может быть другая энергия в отличие от него ну конечно вы же женщина а он такой у нас белые ну хочет он был быть белым ладно окей вот такой был расклад пишите пожалуйста и комментарии что вы думаете по этому поводу по поводу расклада самое главное вы будете счастливы пусть у вас в личной жизни все наладится я вас всех люблю целую обнимаю и до скорых встреч спасибо